здравствуйте мы занимаемся продажей крупнорогатого скота сейчас мы зайдем на ферму посмотрим нителей которые после осеменений после того как мы проверили мы точно знаем что они стильные вот вы видите что у кого-то есть рога у кого-то нет рогов многие опять-таки есть люди которые считают что если животное без рог значит он племенной кстати вы смотрите по поводу хвостов да какие-то хвосты обрублены какие-то нет почему это делается для того чтобы животное не раскидывал а прицеп но простым языком говно по хозяйству чтобы животные были чистенькие аккуратненькие вот здесь вы видите да вот у каких-то обрубленных каких-то нет кстати да еще раз по поводу по поводу рогов рога у кого-то бывают спирен у кого-то не спирены это все зависит от того младенческом возрасте все-таки прижигают удаляют рога или не удаляют от этого животное то есть с рогами не становится товарным или меньше молока дает и так далее это просто нужно для травматизма то есть если рогов нет а у вас без привязан содержания животные бодаются и рогами кажется травмируют друг друга вот смотрите вот это есть рога есть рога отсутствует вот но рога полезны вот допустим если вот так вот в привязи держите чтобы животное там не вышло или по рогам можно определять возраст а если без рук то она выскакивает и гуляет такой минус есть сейчас посмотрим с другого ракурса живот здесь на ферме 1450 голов на продаже будет где-то на порядка 800 голов можно будет продать значит другая ферма здесь скотники так вы сами знаете что персонала мало здесь конечно с уборочку немножко потянули ну хотя опилки и все необходимое конечно вносится и еще кстати минусы вот содержание вот так вот привязанным до животное допустим очень сильно допустим по линии раскидали корма животные так как люди да кто-то больше и кто-то меньше если так далее вот чтобы получить продуктивность выше была продуктивность но и сотрудников меньше нужно если у вас будет беспривязное содержание это нужно понимать с привязанным содержанием животное все равно то есть вот представьте он хочет кушать до цепь короткая он не может дотянуться она не может дотянуться поэтому чтобы больше кушать нужно отпустить чтобы она и наелась прям вдоволь вот что еще по обработка какой-то обрабатываются вакцинации делаются необходимые проверки тоже делаются это хозяйство с благополучного региона вот по животным скотовоз у нас есть собственно если что можно будет отгрузить ну давайте походим посмотрим еще кстати племенный скот лучше чем товар имейте это ввиду спасибо за внимание